Внимание, внимание! 15 минут назад Саркис Сатурян обращался всем армянам. Дорогие зрители, надо удержать Саркиса Сатуряна. Для этого надо подписаться на канал и вставить лайки. Уважаемые зрители, на протяжении последних 4 лет я постоянно предупреждал о том, что война в Сирии может напрямую отразиться в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Меня уверяли в Москве в том, что это невозможно, что у России и у Турции тесные отношения, что я вообще ничего не понимаю и Анкара никогда не пойдет на действия, которые бы подрывали позиции Кремля в Закавказском регионе. Последние события показали, что Анкара и Баку действуют под неформальным покровительством Великобритании и союзных им сил в Соединенных Штатах и их действия направлены непосредственно на выдавливание России из Закавказского региона. Более того, за последние дни мы стали свидетелями двух терактов уже в российском Северном Кавказе. Я имею ввиду нападение на правоохранительные органы в Дагестане и Чечне. И что мы видим на этом фоне? На российских телеканалах полуграмотные депутаты и так называемые политологи обвиняют армянское руководство в... Страшно даже подумать. В антироссийских, прозападных настроениях. Вы только вдумайтесь, два армянских государства борются с международным терроризмом, борются с действиями самого Запада, направленными на выдавливание России из Закавказья. И вместо того, чтобы им просто сказали слова поддержки на российских телеканалах, им говорят, что вы вообще предатели. Вы Русь, матушку, не любите и вы вообще ведете себя непорядочно. Ребята, у вас вообще все в порядке с головой? Вы адекватны или нет? Вы чего добиваетесь? Я вам расскажу один исторический факт. Я это сделаю в первый и в последний раз. И я хочу, чтобы вы его запомнили. С ноября 1914 года, когда Османская империя вступила в Первую мировую, по апрель 1915 года более 50 тысяч османских армян, которые являлись подданными Османской империи, перешли на сторону русского царя, чтобы не сражаться со своими единоверцами из российской армии. Мой народ заплатил огромную цену за преданность русскому народу. И сейчас, спустя 105 лет, нам с российских телеэкранов смеют говорить о том, что мы были неверны и мы сейчас якобы неверны перед своими единоверцами. Вам не стыдно? Позор вам! Вы не знаете свою собственную историю. Впрочем, дело-то не только в вас, а в том, что война против Арцаха и Армении, это фактически война против Ирана, это попытка в последующем дестабилизировать Иран и китайский шелковый путь. Поэтому, если Россия продолжит и дальше бездействовать, то России придется объяснить не только армянам, но иранцам, китайцам, европейцам, которые являются основными выгодоприобретателями шелкового пути, объяснить, почему бездействуем, почему ничего не делаем. Из-за российского бездействия турецко-азербайджанская криптократия настолько разгулялась в регионе, что объявила двум армянским государствам тотальную войну. И если они хотят продолжить убивать армянских детей, женщин, стариков, то пусть знают, что рука армянского воина, его шпага, не дрогнет перед необходимостью нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, благодаря которой Баку получает деньги, которые затем тратятся на закупку оружие и на кровопролитную войну в Закавказском регионе. И не говорите потом, что вас никто не предупреждал. Не армяне начали эту войну, но мы ее закончим. Нам плевать на ваши договорники, на ваши шкурные интересы, на ваши закулисные действия, мы хотим Продолжение следует... 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 Продолжение следует...